всем привет все не скажу что ожила ожила но ожила поездка короткая по истоку так первым куда поехала поехала за ниточками то есть у меня сегодня день экспериментов завершающихся завершенных сейчас все расскажу зачем мне ниточки нужны решила что мне надо срочно один из свитшотов переделать из капюшона сделать вот попробовать я еще тут скажем так шейник передельщик но чё делать чтобы у меня не капюшон был а вот такое высокое горло мне нужны ниточки для этого получится получится не получится не получится потому что капюшоны с лысой башкой носить все равно бесполезно смотрится стрёмно а мерзнет и здесь горло и здесь у меня все простывает то есть не надо всегда чтобы горло было закрыто раз волосами они хану терни закрытом ну других вариантов нет так как я хожу теперь только в спортивных костюмах потому что потому что живот еще до сих пор такое достаточно воспаленный час про него тоже расскажу по эксперименту вот поэтому мне приходится пока так защищаться шарфики я не люблю ничего я не люблю то что мне все мешает это вы уже наверное поняли потому что одежду я вообще лишнюю не люблю застегнутой курточки я тоже не хожу второй эксперимент видите я ведь довязала свою шапку я же ее связала постирала отпарила у меня очередная панама она очень легко сидит на голове то есть она так хоп 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 ну то есть может быть может быть ну то есть я буду все носить из своих панам то есть судя по всему носить я могу только панамы потому что эти все шапочки обтягивающие вот такие вот они получаются без волос вообще дуры дуры вот это в принципе вот из того кстати вот такая бы была бы даже ничего если такую сделать потому что она хоть какой-то объем имеет и я не смотрюсь этим ушастым головастиком шапки для меня шапки это вообще уже все поняли что это беда моей жизни одна из так дальше второй эксперимент какой у меня со вчерашнего дня все правильно нет с вечера позавчерашнего дня я начала пить хитозан то есть мне порекомендовали я долго думала весь у меня все-таки от вот из-под грудины и до самого конца желудочно-кишечный тракт воспален пищевод воспален слегка то есть это мне не давало есть и как я поняла даже скорее всего горечь было из-за еще из-за этого не только из-за химии потому что на предыдущих же химиях у меня горечи от продуктов не было во рту горечи нет слов совсем что сказать пищевод стал спокойнее то есть я даже меньше скажем так чувствую дискомфорта когда наклоняюсь по своим личным делам приседаю то есть давить но пока джинсы например надеть мне будет дискомфортно но колготки с платьем тоже соответственно пока только спортивные штаны на резинке вот думаю поможет какой хитозан пью не буду говорить вот знаете если честно принципиально потому что деньги за все плачу за рекламу мне никто не платит просто почти кого и заинтересует почитайте я много прочитала да реально должно сработать но в принципе даже за один когда задние сутки у меня мне кажется есть результат то есть я даже ем есть стало значительно спокойнее мне есть стало интереснее во интереснее и стал это второй эксперимент значит так шапка что я рассказала потом про хитозан рассказала про то что буду когда я сделаю и перешью получится не получится в любом случае покажу ну и последняя значит у меня проблема уже я не раз озвучивала не с самим зубом а с воспалением под зубом через зуб к нему не добраться сейчас естественно все отлично понимает что его удалять не будем но она обостряется это воспаление только в момент когда либо я застуживаю либо я очень сильно по ночам сжимая челюсти а челюсти я сейчас сжимаю по ночам так что я просыпаюсь у меня аж больно у меня даже вот здесь от этого сжатия даже залом появился вот тут на губе вот я сегодня себе поставила иголки долго мне не хотелось вот прям душа не лежала сегодня поставила иголки вообще такая интересная многогранная тема ней можно болтать бесконечно но просто покажу как поставила и в конце будет фотографии там пару фотографий выложу это когда полная 60 иголочек на лице это просто так для интереса для общей информации и еще что хотела бы сказать хотелось бы мне вас сегодня пригласить на прямой эфир я думаю часиков эдак наверное в 19 по москве ой в 17 до 17 по москве в 17 18 по москве на дом часов 17 по москве я чуть позже объявление повешу во сколько так что приходите сегодня выходной поэтому можно начать пораньше кто захочет просто поболтаем к тому моменту я надеюсь я закончу вот свои воротники и будет чем похвастаться всего до встречи им привет съемка такая будет потому что хотела показать вот значит не такие иголки я их уже достала из упаковки честно упаковку вы выкинула поэтому просто салфетки брать есть чуть спиртом в общем так брать легче мне зуб болит ночью сильно зажимаю это часть вообще левая часть у меня видите сильно пострадавшая вот от всего и кожное замазывать приходится и вот здесь вот вот эта часть у меня мышцы пострадавшие и ночью очень сильно челюсти сжимаю то есть вот жевательную мышцам сильно напряжена сейчас я буду себе делать частично иглоукалывание попытаюсь таким способом расслабить мышцу уж на это на камеру не буду делать потом результат сейчас покажу как то есть я только на те мышцы которые относятся к жевательным как бы иглорефлексотерапия здесь делается по рыберным точкам и под точкам китайской медицины но суть такая что она расслабляет тему это которые напряжены и наоборот тонизирует которые находятся в расслабленном состоянии отлично понимая что нам он к больным это все не рекомендуется но что делать вариантов нет потому что этот зуб зуб здоров под ним воспаление она провоцируется тем что я ночь очень сильно челюсти сжимая то есть либо так либо не так покажу как будут выглядеть его вот так выглядит иголки поставлены и вот сейчас болтать много не надо кто расскажу здесь их 30 поставила только на нижнюю треть 20 минут режим отдыхаем потом все раз смотрите 20 минут прошло теперь иголочки можно снять снимаем их точно но последовательно также как ставили и в это время можно и поболтать чуть-чуть значит смотрите ставится иголочки вообще в обычной жизни я вам потом картинку приложу фотографию с полной загрузкой грубо говоря лица они ставятся на 6 зон я поставила только на три зоны вот как видите пока вот одна маленькая капелька крови нет болячек нет синяков тоже не будет потому что сосуд я естественно я уже вижу что я в сосуд не в один не попала себе конечно сразу оговорюсь ставить иголки как бы не рекомендуется потому что энергии все остальное прочее но плюс ситуация безвыходная то есть я только в таких вот ситуациях сама себе ставлю потом покажу сколько иголок у меня погнулась вот суть такая что 6 он продолжил и самое интересное что вот эти три зоны на которые я поставила это желудок тонкий кишечник и толстый кишечник приходите зоны в которой я поставил гулки они связаны желудком с тонким кишечником и с толстым а вот стоит то что с мочевым пузырем желчным пузырем это верхние две трети лица и там еще такая и штука когда зона обогревателя я их не ставила потому что здесь проблемы у меня они есть конечно но не такие глобальные и скажем рисковать не стала вот лицо без можно крем нанести хлоргексидинчиком сейчас протру крем нанесу и все продолжу значит плотность вот у меня кстати кожа очень сильно улучшилась по качеству то есть перейти не морщин ничего нет это не от этой процедуры а сама по себе плотность и вот сколько иголок у меня ушло в мусор вот прям сразу то есть я не их не они гнутся об меня в принципе свои новые иголочки я залью спиртом хлоргексидином я их еще разочек другой могу применить но они тоже будут гнуться в принципе вот было для того что рожать вот эти мышцы вот сейчас ощущения что даже рот полнее открывается поэтому думаю овчинка выделки стоило но будут вам а кстати не переживайте у меня есть диплом я проходила обучение то есть с этим проблем нету наверно больше на данный момент добавить ты ничего по этой процедуре и Продолжение следует...